Карикатура даёт большее сходство, нежели портрет, считает Владимир Мачалов. Ирония — это его способ самозащиты и выживания. Художник уже много лет работает в жанре сатирического портрета и дружеского шаржа на самых известных людей планеты. Начав путь как гравёр на фабрике «Гознака», он стал увлекаться карикатурой. Единица измерения — точность микроны. Линия, которую они должны были проводить, причём штихилем на металле, а не карандашом на бумаге. Каждая линия, каждый штих — это сразу было наверняка и точно. Учредителями выставки «Мир через призму сатиры» в Видном выступили Всероссийская организация боевое братство и Совет депутатов Ленинского муниципального района. Действительно, это является искусством. Искусство, которое в первую очередь показывает отдельные периоды, которые мы все помним ещё. Это искусство, которое нам немножко по-другому, может быть, в каком-то сатирическом таком жанре, показывает, как можно посмотреть на эти исторические фигуры. Виртуозно исполненные рисунки и иллюстрации Владимира Мачалова отмечены престижными премиями на российских и международных конкурсах. Художник установил рекорд исполнения шаржей, зафиксированный газетой «Комсомольская правда» в 1997 году. За один час он написал 111 портретных карикатур. На мой взгляд, жанр карикатуры, он очень тяжёлый, непростой. Гораздо легче, мне кажется, художникам писать природу. Портреты, может быть, хотя это тоже сложно. Ну, натюрморты, в конце концов. Но как вот в простом рисунке передать характер, передать мироощущение человеку? Более 70 шаржей на известных политиков, спортсменов, артистов и писателей. Именитые люди предстали перед гостями мероприятия в новом свете, пройдя критическую оценку творца. К сожалению, автор не смог присутствовать на открытии своей выставки в историко-культурном центре. Поэтому об экспозиции рассказала лектор-экскурсовод Юлия Панова. Внутренняя невероятная точность изображения. На нашей выставке не зря нет ни одной этикетки, так как практически все образы узнаваемы. И они расположены именно так, как это видит наш художник. Это гротеск, это определённая шаржевость, это определённая сатира. То есть у каждого художника-сатирика есть определённый свой какой-то взгляд. И я думаю, что современному человеку, думающему, многим интересующим, это будет очень интересно, взгляд нашего художника. Портреты, дарящие радость и сверхположительные эмоции. Так отзывались о произведениях посетители. Очень необычная выставка. Я уже сделала себе несколько снимков на память. Форд, Рокфеллер, очень необычно. Очень напоминает детская книжка Баланусова. Помните, не знаю, как на луне? Вот те же вот уши, ножки маленькие. Просто прекрасно. Ну, Фаина Раневская, нет слов. Я просто поражена. Посмотрела несколько уже в нескольких её ракурсах. До 31 июля посетить выставку сможет любой желающий. Абсолютно бесплатно. Наталья Буслаева, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.